Ну, нормально, все, не устали, все хорошо? Нет, супер, супер. Помашите ручками, все хорошо. Сейчас я буду в последний раз сегодня в качестве ведущих представлять спикера, да, поэтому на правах ведущих похлопайте меня, это будет... Представляю лидера, который уже представляла. Тема очень интересная, лидерство, да, то есть именно итог всего того, что вот сейчас мы слышали, конкретно о лидерстве, да, а о всех, наверное, нас, потому что вы сейчас сидите, кому-то душно, кому-то жарко, кто-то устал сидеть, у кого-то попа затекла, да, но все сидим, слушаем, потому что мы с вами лидеры, наверное, да, потому что все что-то хотят получить сейчас, а это лидерские качества. И вот как раз-таки об этом, о том, кто такие лидеры, что такое лидерство, как найти этих лидеров. Правильно я говорю, поскольку, да? Ну и так далее. Мы сейчас узнаем с вами от Антона Долженко. Ой, ребят, спасибо большое. Вы знаете, очень приятно, когда ты смотришь на людей, которых видел когда-то трехпроцентниками, да? Вот знаете, ну, примерно так, когда твой ребенок выигрывает чемпионат мира по какому-то виду спорта, может быть, или рисует какую-то гениальную картину, а ты вспоминаешь, как он ходить учился, да? И как он сидел, значит, и в носу ковырялся. Точно так же сейчас. Я вижу людей, которые сейчас уже мастера своего дела, и вспоминаю, как они первый раз пришли на презентацию и задавали мне глупые вопросы. Вот, поэтому, на самом деле, получаю удовольствие от сегодняшнего мероприятия. И сейчас хотел бы вам задать вопрос. Друзья, как вы думаете, вообще, кто такой лидер? Директора молчат. По руке. По руке. Человек, который ведет за собой. Человек, который ведет за собой. Спасибо, принято. Так вот, молодой человек. Человек, который показывает, как нужно делать. Как нужно делать? Я тоже хочу. Показывает своим примером. Так вот. Это человек, который есть цель, и он идет к ней. Есть цель, и он идет к ней. Давай. Это профессионал, который много знает, профессионал давайте еще 3 вот девушка поднимал человека который мне надо не беспокоиться слова очередь я занимал это тот человек который может показать другому человеку какие у него есть возможности как он может поменять жить можно показать хорошо еще один давайте кто из сильнее всех руку тянет давай говори берет на себя ответственность так но ты еще очень сильно тянула преодолевает все трудности все верно ребят смотрите вот смотрите все что вы сейчас сказали скажите у кого было неправильно у всех было правильно вроде бы как найти вот это вот определение это очень важно на самом деле знать кого мы ищем ведь правильно если вот представляете вы пошли в лес очень любите вы блюдо из белых грибов вы пошли в лес чтобы их нарвать но вы не знаете как они выглядят знаете мы вот мы жители городские живем в квартире всю жизнь и на это лето решили снять загородный дом нашли там самые максимально нам подходящий в нашем городе сняли загородный дом и вышли с детьми показываем а вот это ягоды они на самом деле не в пакетике растут в магазине они вот на этой растут а вот это смотри а вот это вот малина скоро тут ягодка появится понимаете то есть нужно знать откуда это все берется поэтому и вам тоже нужно знать кто такой лидер потому что когда вы пойдете в этот лес чтобы найти белых грибов а вы не знаете а вы только знаете что они на этикетке сыра нарисовано сыр с белыми грибами нужно знать и вот для меня есть одно определение да абсолютно верно лидер переводится как ведущий дать от английского лид вести человек который ведет за собой этот человек который ответственный которые все 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 что вы перечислили это правда но у меня есть свое определение которое мне очень нравится и который по которому я легко определяю пришел ко мне лидер или нет лидер это человек который решает проблему осознайте у вас есть у всех два вида консультантов первые создают вам проблемы есть у кого-то консультанты которые создают вам проблемы каждый день а есть здесь консультанты которые создают своему спонсору проблемы каждый день двое смелых двое смелых и они признались что они каждый день создают своему спонсору проблему и будут это делать ребят понимаете лидер это человек который решает проблему на любом этапе на любом на любом этапе у нас будут сложности в бизнесе их нужно будет решать на любом понимаете как володя побежать у вас всегда будут проблемы только есть два вида проблем проблемы роста и проблемы загнивания проблемы роста это тоже проблемы вы знаете когда арифлейм сказал что вы можете взять получить вольво по программе по автопрограмме и вы можете выбрать любую комплектацию да ну там с определенными условиями я примерно не знаю недели две провел в интернете на как на сайте вольво в конструкторе и выбирал себе комплектацию это тоже для меня была проблема понимаете это тоже для меня была проблема какую выбрать но это проблема чего это проблема роста или загнивания проблема роста а есть люди у которых есть проблемы на сегодня пожрать нечего поэтому вам всегда придется решать проблему просто какого рода проблем вот вот что вот в чем вопрос соответственно на любом уровне эти задачи буду и человек будет по-разному реагировать на них минимальные минимальные вообще человек не может узнать код код отмены каталогов он забыл 90 120 дальше у него два варианта первое какой первый вариант позвонить спонсору спонсор скажи код отмены каталогов так уже три секунды прошло спонсор не ответил что за нужно ему обязательно позвонить не берет нужно поставить на входа звон пускай телефон дозваниваются а вы пока в скайпе вайбере в одноклассниках вконтакте везде напишите обязательно понимаете нужно отправить имейл потому что спонсор обязан потому что спонсор обязан вам это сказать а теперь вопрос обязан ли все мы с вами имеем контракт с компанией арифлей и этот контракт одинаков никто никуда не устраивался никому на работу никто не имеет каких-то трудовых книжек которые вы всем не сдали о продвижение паспорта ни у кого не забирали в принципе каждый из вас сейчас может стать и уйти но давайте обратную сторону посмотрим и я свободен от вас прямо сейчас я могу тёмыч не пускай ломай ему просто выйти уйти понимаете поэтому это нужно понимать ребят у каждого есть свой бизнес только вы отвечаете за него и он только ваш этот бизнес только ваш поэтому есть люди которые не решают проблему они хотят чтобы спонсор их решил и вот они будут весь день сворачивать вам кровь чтобы узнать этот 90-120 хотя это можно сделать это можно сделать сейчас мы с вами можем просто покреативить и 500 ну не 500 ну ладно 50 способов за 10 минут придумать 50 способов как узнать этот код google чат и позвонить своему коллеге позвонить своему консультанту спросить еще где-то взять прайс лист прайс лист открыть сайт позвонить на горячую линию ребят куча вопрос не отменять каталоги просто использовать не отменять каталоги а получить их и начать работать с каталогами понимаете это первый тип людей и любая трудность которая возникает в этот момент он хватает трубку и звонит спонсору а есть второй тип людей вы знаете вот таких вот людей я очень люблю и уважаю как которых от которых меньше всего проблем и что самое главное больше всего результата очень часто это бывает когда я разговариваю с людьми и говорю слушай как дела человек говорит нормально нормально что как вообще сегодня как доехали до семинара ой да ты знаешь мы ехали короче я по дороге там потеряла кошелек паспорт поэтому съездили в милицию восстановили это все потом когда ехали в нас камаз врезался мне значит двигатель в салон вошел мне ногу зажало приехали спасатели разрезали двигатель достали мою ногу потом значит мы ехали дальше там ураган смерть меня унес я значит мужа потеряла мы потом нашлись и вот пришли но мы так как мы деньги потеряли мы встали тут с шапкой заработали 100 рублей на билет и вот мы стоим у нас все нормально и человек рассказывает вот это все ты офигеваешь человек это все решил без вашего участия давайте вот такого такого консультанта вы когда нашли держите за него потому что и в будущем он будет решать эти вопросы будет решать задачи понимаете кто такой лидер кто может включить голову понимая что это его бизнес что ответственность за вашу судьбу лежит только на вас вы вот это поймите не на спонсоре не на компании и не дай бог если это произойдет не дай бог если вы сядете на пенсии на нищие пенсии и скажете своим детям не шмагла они скажут а почему и чего отвечать будем ну знаешь один день один день погода была плохая второй день голова болела третий день кино было интересное четвертый день я спонсору позвонила у меня там новичок был а спонсор был занят знаете как есть такая кувшинчик кошмарный кувшинчик или что там когда вы что то не хотите делать пишите записочку вот эту плохая погода спонсор не взял трубку голова болела и складывайте записочку в кувшинчик потом на пенсии когда будете сидеть почитайте достанете и почитаете почему я не стала успешным страшная картина понимаете поэтому ваш бизнес принадлежит только вам отвечать за него только вам и будьте лидерами будьте людьми которые решают проблему хотя бы попытайтесь у меня есть тоже спонсор самый первый самый главный спонсор моя супруга которая в принципе начала этот бизнес и своим энтузиазмом и своей уверенностью в том что у нас получится смогла начать создавать команду и первым членом команды был я наверное самый сложный и упорный и она всегда говорит мне очень нравится она всегда говорит не бывает такого слова не хочу ой не могу не могу бывает не хочу не хочу попробовать не хочу включать голову вот человеку вот это вот это вот это вот это а я не умею что такое я не умею это называется не хочу учиться хочу жениться ну мне лень это хорошо понимаешь мне лень это хорошо на самом деле потому что человек правдивый он не будет вам мозги компонсировать 3 месяца вы будете вкладываться в его обучение а потом поймете что он да понимаете поэтому это вот из области не умею на самом деле это не хочу учиться поэтому каждый из вас сейчас введите в свое в свои в свою позицию вот это нужно включить голову нужно начать учиться любую проблему я могу решить сам поэтому такое вот определение лидерства и и на самом деле это это очень просто понять какое количество же людей которых мы ищем ребят смотрите представьте вот этот отрезок это все люди с которыми вы общаетесь так вот лидеры люди которых вы ищете должны соответствовать трем важнейшим критериям и первые из них ребят первые из них это люди которые давайте так кого мы ищем каким критерием должен обладать этот человек позитивность ответственность еще накидывать амбиции который хочет менять свою жизнь в первую очередь люди которые не довольны тем как они сейчас живут оооо гениально да таких много давайте так сколько их вот из этого отрезка большинство процентов 80 90 не ну мы то здесь ну ты до сих пор недоволен я тоже до сих пор недоволен поэтому я здесь давайте я думаю 85-90 да 90 процентов людей говорят да я недоволен тем как я сейчас живу таких много и в принципе сказать что все они нам нужны наверное не правда основная масса людей говорит нет нет я вот это эта фигня работа плохая дороги плохие машина машина не очень вроде бы ремонт тут еще что то поэтому недовольны да люди поэтому у нас есть второй критерий для того же как понять кто лидер а кто нет готовность делать эти люди ой ребят смотрите вот сейчас не знаю наверное не угадаете ну те кто знает конечно угадают вопросы задают ребят эти люди считают что они достойны большего а теперь давайте с вами разберемся вроде бы похоже недовольны как они живут и достойны больше а на самом деле это ключевое отличие разные кто отвечает извините на самом деле это абсолютно разные люди потому что куча негативщиков просто всегда недовольны тем как они живут и этих людей вообще не надо в бизнес пускать это в продолжении того кого нам рекрутируют всех подряд или нет их на улицу выпускают иногда люди приходят иногда люди приходят иногда люди приходят в бизнес начинается в скайпе общение я спонсору того человека пишу слушай отправь его данные вейван пожалуйста не то что да да пускай он там разваливает бизнес потому что бывают люди которые реально разваливают бизнес есть какие-то должности вы знаете ну вот просто вот у вас слаженная команда все работает как часики и тут в эти шестеренки попадает вот этот камень то нафиг он вам нужен да бывают люди которые всегда недовольны всем как они живут и когда знаете какое ключевое как их отличить какое ключевое отличие они знаете ключевое отличие это их реакция на что-то красивое богатое достойное дорогое вот в этот момент вы их можете определить когда что-то по телевизору показывают когда проезжает мимо машина за 6 миллионов когда они видят квартиру там 200 квадратов 300 500 ребят как они реагируют вот эти неправильные наоборовались грязь одна грязь первая дальше да у меня такого никогда не будет мама перестрелять бабушка вообще высшая сталина на вас нет стенки сталина на вас нет еще чтоб ты сдох это плохая машина вот это же тоже понимаете что деньги с людьми делать нацеловала у нас так на прямой эфир у нас так на прямой эфир там вот такая реакция пошла ребят понимаете деньги это зло деньги портят человека слышали такое мнение да деньги вот был и вы знаете и у них у этих людей в арсенале очень много историй вот у меня была знакомая она такая хорошая была мы с ней сидели нищие на лавочке ничего не делали всегда семечки щелкали мы всегда смотрели весь дом 2 она всегда поддерживала доживай Ксюшу Собчак всегда она поддерживала жалко я никого героев там не знаю хотел примеры привезли Бузову я Бузову точно понимаете а тут в один момент она начала зарабатывать не такая стала сапоги сапоги у них есть куча историй эти люди всегда вот так реагируют второй критерий люди которые считают что они достойны большего понимаете они да они тоже недовольны тем как они сейчас живут но они в этот момент говорят у меня такая будет а пойдем в салон сходим на тест драйв то есть да они еще с голой жопой извините выражение но они могут прийти в этот салон сказать слушай давай покатаемся сесть и а сфотой меня прав нету ничего там менеджеры прокатят понимаете просто вот они они считают что это для них создано этот мир для них создан а почему если кто-то едет на этой машине почему не я вот эти вопросы они задают это люди которые считают что они достойны большего они говорят у меня будет эта квартира покажи мне этот журнал ой нифига у меня будет это я а сколько таких теперь половина половина 20 процентов статистика 80-20 20 процентов не половина да я думаю это процентов 20 из всего вот этого отрезка и теперь третий критерий смотрите есть люди да таких 20 процентов они позитивные и они амбициозные они считают что вот тут та вот эта однушка которая потом может быть у них достанется от бабушки блин а бабушка пьет wellness поэтому вообще непонятно когда она достанется эта квартира да понятно они считают что это нехорошо да они позитивные они считают что они достойны большего они мечтают они все хотят у них есть калаш знаете как это два рожка анекдот про париж да когда две дамы стоят на балконе вечером там ветерок такой одна другой говорит ой что то снова в париж хочется она говорит а ты что уже была да нет уже хотела да таких куча в принципе бывает по очереди и какой третий критерий молодцы только действия обладающие определенным одним критерием когда систематически когда прямо сейчас вот это вот очень важно у меня была одна из первых презентаций а мой одногруппник пришел я вам рассказываю вы знаете как он реагирует бурно там вообще все понимает все классно а здесь как а здесь о нифига себе я думаю вот оно вот он момент то настал что я ждал так долго и все понимает и на самом деле вопросы грамотные задает настолько все четко раскладывает я думаю господь спасибо тебе за этого человека регистрируемся да естественно регистрируемся список будешь писать когда да у меня сейчас время есть пиши список знакомых пишем список знакомых я думаю вот она поперла а мы как раз в общаге жили и у него как раз знакомые девчонки мы жили на пятом а они на седьмом я говорю ну все давай давай поднимайся зови их сюда на презентацию ооо что прям сейчас прям сейчас да прям сейчас вспомните он все понял он все готов но потом ну когда-нибудь потом как это как в кабинетах у многих наших чиновников что вы приходите сегодня я вам все говорю завтра чтобы вы приходили а вы все сегодня до сегодня приходите так и здесь он вроде как готов но зачем ты сегодня мне об этом просишь попроси завтра поэтому третий критерий это люди которые готовы делать что-нибудь прямо сейчас и онлайн это или оффлайн это не имеет никакого отношения прямо сейчас сейчас то есть нужно и это проверка ребят это проверка на лидерство дайте человеку маленькое задание посмотреть вебинар прочитать книгу совершенно маленькое тестирующее задание чтобы определить человека лидер перед вами стоит или нет сколько их из двадцати сможет он сможет он зайти на вебинар или вот это вот окошко у вас не установлен флешплеер будет непреодолимой вообще преградой это не может абсолютно спонсору звонить вам звонить писать спонсору отправлять голубиную почту а теперь давайте подумаем сколько их из этого процента есть 3 1 2 3 всего лишь 3 3 3 3 3 поэтому когда к вам приходят люди регистрируются и ничего не делают это нормально это нормально понимаете ребят лидер это штучная работа это ювелирный товар если вы думаете что вы выйдете позовете трех и трое окажутся вашими бриллиантовыми директорами ребят ну тогда наверное арифлейм бы подписал весь мир еще еще в каком там далеком 91 67 году по геометрической прогрессии вы просто фау просто я расскажу вам и все просто зарегистрировались не бывает так вспоминайте вот этот наш наш любимый пример когда вы берете колоду к вы точно знаете что там 4 туза точно так же ваш список знакомых там есть лидеры точно так же онлайн методы работы вокруг вас в соцсетях есть лидеры есть люди которые прочитав ваше предложение скажут классно я хочу мне интересно называется единомышленники но есть и вот эти а кто говорит это не мое вот есть вот которые говорят это не мое а вы знаете как вы соглашаетесь да это не твое это не твое это не твое а он начинает наступать на тебя почему не мое мое а ребят поэтому смотрите вот это вот люди на самом деле которые вам нужны и когда вы достаете вот эти вот карты из колоды не сказать что а у меня в команде вот этот лидер а вот это не лидер смс а я узнал что ты не лидер нет обзон на структури обратите внимание на себя я передумала я тебя обучать не буду да станьте вы лидером сначала вот друзья мои вот такая тема у нас осталось с вами полчаса рабочего времени кто устал кому надоело у кого срочные дела Вы прямо сейчас можете выйти из зала И это абсолютно нормально Ничего, кроме тыканья пальцев, смеха Бросания стаканчиками Ничего не будет Так, ну все, никто не готов, понятно Поэтому у нас есть вопросы Юля, спасибо тебе за то, что ты их сколлекционировала У нас есть вопросы И эти полчаса мы сейчас с вами доработаем обязательно Я вам расскажу, чтобы вы передохнули маленько Я вам расскажу Ребят, на самом деле, абсолютно без смеха Может быть, кому-то в туалет надо сходить Вы можете это сейчас сделать За вот эти пять минут И дальше поработаем по вопросу Не будете стаканчиками? Нет, стаканчиками швыряться не будем Ой, пальцы показывай Да, да, да Нас тут больше, чем на вебинаре вас 180 человек сейчас на вебинаре Все команды, которые здесь сидят Так, команда 777 привет А покажи всех еще раз Сейчас я вам покажу, сколько нас здесь Плюсики по крови Да, всем Счастливчики передают вам привет Нас здесь не так много, как вас там Все пишут привет, ура, у Ну я вижу, что вроде бы все команды здесь Давайте проверим Ну не будем сейчас переключить Нас здесь много Все команды есть Вот Родионова вам машет привет Вот я машу привет Давайте продолжать Все, начинается бизнес-производитель Да, 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 в темпе Ребят, в темпе Выходим, заходим Сейчас Сейчас я буду зачитывать вопросы Из тех, кто выступал Из новых, может быть, новой квалификации Кто у нас, ну я думаю, хотя бы с уровня открытого золотого Можно будет отвечать на эти вопросы Поэтому не расходимся Домовых лидеров, которые не хотят участвовать в семинаре Просьба загнать обратно Дома, займись этим Поехали Все нормально Сейчас здесь есть технические вопросы Я их немножко на потом Какая у тебя зарплата Как долго по времени идут встречи в Элнес Наверное, я думаю, это к двум Галинам вопрос Девочки, можете ответить? Да, конечно Ну минимум часа Точно так же, как встреча Арифлейн Минимум часа найдет Ага, спасибо большое Как отвечать знакомым на вопрос А что ты делаешь в Арифлейме? То есть, в чем заключается твоя работа? Если ты сам на нуле или на 3-9%? Ребят, ну мне кажется, Артем много про это говорил Наверное, этот вопрос в начале писали Потому что вот здесь больше добавить нечего Я бы мог передать кому-то слово Но реально добавить нечего Пригласить спонсора Да, то есть нам нужно продавать спонсора Если вы считаете, что мы все топовые лидеры Родились уже со званиями и с квалификациями? То есть прямо в роддоме родился Хоп, такой На черном макросу завешивать Целую три раза Прям со значком родился Но вы, конечно же, ошибаетесь С чехом Как правильно работать офлайн? Как рекрутировать людей? Ну, в принципе В принципе, тоже к этому же Как рекрутировать офлайн? Как на промоста рекрутировать? Нет, офлайн Ну это и есть офлайн Вы знаете Здесь вот есть такие два момента Очень-очень важные Которые вы должны понимать Здесь нельзя нарушать целостность системы Первое Нужно ни за кого не решать Здесь есть два момента Которые портят Вот просто две ошибки Которые портят бизнес всех новичков Первое Это они решают за других То есть это называется фраза Ой, этому я не буду рассказывать Это и не надо Ему точно не надо О, точно Ему точно не надо Понимаете? Это первая ошибка И вторая ошибка ВВО, которая рассказана не полностью Или некачественно Если у вас человек задает вот эти вопросы То вы должны рассказать ему полную информацию Смотрите Вот знаете, вот знаете, меня чему спонсор научил Либо полную, либо никак Просто вот эту вилку поймите Вот это разветвление разговора Либо полная, либо вообще никакая То есть прям О, слушай, расскажи, чем занимаешься Давай, отлично У тебя есть час? Нет, у меня нету час Как найдешь? Расскажи за пять минут О, у меня такие варианты часто бывают Антон, Антон Вот я тебе привела новичка Это такой хороший новичок Ой, она такая молодец Она на двух работах Она его крестиком вышивает Но у нее только десять минут Что делать в такой ситуации? Что делать в такой ситуации? Смотрите Там, где-то еще встреча Она найдет час, тогда придется Нужно сделать промоушен вас Вашего бизнеса Вашей команды Такой промоушен, чтобы ей захотелось второй раз прийти Знаете как? Рассказать ничего не рассказывает Ну ничего не рассказать на самом деле Как правильно рекрутировать по резюме? Как правильно работать со спонсором? Как сопровождать правильно новичка? Если ты еще сама новичок О, это хороший вопрос Интересно, вот ты сама новичок А тебе кто-то сопровождать надо Как их правильно мотивировать? Ну что, топы подключитесь? Так, чуваки, все динамично делаем Всем выйти из ступора Как правильно рекрутировать по резюме? Правильно Рекрутировать Назначайте встречу со спонсором То есть, если вы такой вопрос задаете Вы новичок Значит, вам надо просто пораживать С человеком связаться Назначить встречу Вы ищите работу Да, ищу Мы хотим с вами пообщаться на тему работы У вас есть сейчас время? Вообще, градация идет по эффективности Можно отправить письмо Это надо очень много отправить писем Можно видео какое-нибудь отправить Или еще что-то Чуть-чуть эффективнее будет По регистрациям Скайп-собеседование Самое эффективное А лучше сразу звоните И отправим А пока они не дают Вы скайп Вот, все согласно Значит, по телефону Не дают скайп Не дают скайп Значит, отправляем Так, объясню Поймите Не все люди подходят Для нашего бизнеса Поймите Вы перебираете людей Вы не сможете Каждому, для каждого Найти Равно эта ситуация Не все подходят Все Как правильно работать со спонсором? Все я отвечу Спросить хотя бы раз Раз вообще у спонсора Спонсора, чем тебе помочь Потому что всегда Спонсор спрашивает Спонсор спрашивает у вас Чем вам помочь В гости Спросите спонсора Чем спонсору помочь Да, отлично Задайте так Переразов вопрос В каталог Спонсор, чем тебе помочь И мы видим Тут все намного работает Смотрите, ребята Вот хороший вопрос Задали Какие цели вас движут? Вами движут Какие цели? Можете цели свои сказать? К там? Да, да, ко всем У нас цели Наверное Я всегда ее озвучивала Да, это ребенок Конечно же Мотивация Которая Собственно Наш Артем Виновник нашего хвоста Да Потому что он нам дал Нейти пенок Но еще тут одно Из последних событий Да В Испанию В Валенсию Мы летим И берем с собой маму То есть она у меня Учитель в школе Вариантов Когда ты ездишь За границу На доходы 300 тысяч в год Да В принципе нет Тут мы Подарок Ей Вместе с нами Поездку Организовали У меня это Очень конечно Движно И от компании Пришли документы Уже Которые требуются От нас Для поездки Написано Если у вас Спутники Те кто не в Арифлей Справка с места работы В скобочках Подписано Оклад не менее 50 тысяч рублей Я маме это скидываю Она говорит Я не поеду У меня нет такого Ладно Я говорю Ладно Не вопрос Сейчас решим Пишу в компанию В компанию Вы можете выступить Спонсором Выступим спонсором У мамы С тобой вместе Сводим Мне кажется Это очень здорово Спасибо Ален Дима На самом деле На разном этапе Вас будут мотивировать Разные вещи Вначале Вы приходите Вас мотивирует одно Через какое-то время Вы добиваетесь Этой цели И потом Накупает у вас Новая цель Сначала Вы хотите Просто зарабатывать А потом Наступает момент Когда Понимаете Что здесь Вы помогаете Людям И Уже не только Доход вас Мотивирует А то Что вы можете Каким-то людям Выйти на Уровень дохода И так Чем дальше Тем интереснее Вспомните Пирамиду Маслоу Разные ценности Разные Мотивации Ты можешь тоже Присаживаться Вспомнила По Пирамиду Маслоу Сейчас уже Мотивация На уровне Признания Хочется Еще больше И самореализация Понятие Есть Лидерство Мирового уровня Ну и конечно же Все материальные Благо Так Насполезенные Квалификации Четвером Путешествуют Бесплатно По всему миру Дважды в год Представляете Где еще такое Может быть Миллион Компания Готова Инвестировать В вас На четверы Два раза в год Это вообще Великолепно Что тебя движет Золотой директор В этом году Долги У меня было Долги Выплатить Поесть Поесть Потом Выплатить Еще Поесть Еще Выплатить И поесть По завтраку А вот вообще Если так серьезно У меня цель Она наверное Последние два года Наверное В голове И она уже так Сформировалась То есть я хочу Вокруг себя Огромное Богатое общество Сделать То есть Это может быть Там не персональная Вся там группа Например Барнул Богатым городом Даже не то что Барнул Даже просто вот Создать собственное Окружение То есть По образу И подобию Можно сказать То есть Богатых Успешных людей Здорово То есть Повлиять на жизнь И вот И в деньграве Хорошая семья Вот это правда Спасибо большое Ребята Смотрите Ну и здесь еще Как вы понимаете Мы немножко не успеваем Да Через 20 минут ВВО На вебинаре Теперь Да Ребят И Здесь есть много вопросов Одного характера Просто вот Пять или шесть вопросов На тему 150 баллов Продавать не надо Кто как говорит Как объяснить Новичку Про 150 баллов Как научить Его их сделать Как объяснить Что это нужно Давайте тоже Вот по этой теме Давай Я пока не топ Но Сейчас есть такой рецепт Но будет Конечно Не надо Говорить человеку Делай Вот ты вот это Возьми вот это Просто покажите Что делаете вы То есть мы вот как сделали Команды Записали ролики Что я себе беру Да На сколько баллов Я себе беру Как я это делаю Что я люблю И когда новичок Только регистрируется У меня там В шестом шаге Скинуть ему эти ролики И просто я подписываю Подгляди То есть человеку интересно Подглядывать Подсматривать Да То есть это психологически И люди начинают подсматривать Они эти ролики смотрят И многие потом пишут Юля ты там на пятой минуте В третьем ролике Там показывала средства Что это такое И все То есть человек посмотрел Что вы себе берете Потому что у нас многие новички Не могут сделать Даже первый заказ Потому что они просто Не знают Что у нас есть Да Что можно взять Что у нас хорошего И когда вы показываете Что вы берете себе На сколько вы берете Почему вы это берете Да В роликах Я показываю Вот это для здоровья Вот это нам надо Поэтому Человек автоматически Мотивируется Он видит О мне тоже это надо И как бы спокойно запускается Первый заказ Конкретно вот у нас Мы работаем онлайн Небольшой 10-20-50 баллов В этом категории Но человек первый заказ получил Да Посмотрел ему все понравилось Замотивировался И следующий заказ Как правило 100-150 баллов Все? Понятно Патрик, давайте отвечим Вообще тема очень важная Да И Мы очень много Зачастую спорили То есть говорить Новичку Что надо 150 баллов делать Или не говорить Как я вижу Да Сегодня Как у нас Это происходит В реалити То есть мы На первом этапе Человеку вообще Не заставляем делать Там Какой-то определенный Заказ на какие-то суммы То есть мы предлагаем Человеку просто Слушать наши рекомендации И все То есть мы будем Мы тебе рекомендуем Там сделай заказ на 800 рублей Чтобы получить там Бесплатную регистрацию Все Дальше Если человек начинает Посещать наше обучение То есть на вебинары И так далее В процессе вот этих Вебинаров У нас люди Естественным путем Повышают личный заказ И через какого-то Мы видим Ситуацию Что для него Чисто-то Психолог вообще Не проблема То есть она у него Когда-то была Там где-то в голове Но он узнает по продукции Он узнает Что такое было Он не побоялся Кота у кому-то показать И оказывается У нее заказы И у нее эти 150-200 баллов Просто естественным путем Начинают Появляться Сами с собой Да Мы учим сделать Людей 150 баллов Но мы Я лично обучу Людей Не Скажем Не продажами Это делать А организация Людей вокруг себя То есть я объясняю Такие вещи Горубокрустя Очень много людей Которым ты можешь Помочь Заработать пищу рублей Просто Найди этих людей Помоги им заработать Дай людям возможность Заработать Отнеси ему Заказ Который он у себя На работе Собрал Пусть он заработает Помоги людям Хоть немножко заработать Но сам не продавай Организуй Людей вокруг себя Понятно? Еще вот момент есть По поводу Личного товарооборота Представьте Если бы вы зашли Допустим В какую-нибудь Сеть Машан Или еще куда-нибудь И вам сказали Вам надо Делать Покупку на 5000 рублей Я продумал Зачем я буду Делать То есть И человеку Нужно Первую очередь Он должен понять Что это за бизнес Куда он попал Понять Зачем он должен Делать 150 баллов Замотивирует Чем? Подарками Сделаешь На 5000 Заказ Как тебе там А если не Разъехать Тройник Подарить На самом деле Нужно показать Видею бизнеса Компания уже Все придумала Все продумала Что он может получить Если он будет Сделать 150 баллов Что Если он будет Представьте Давай Сейчас Важно Я очень часто Человеку город Который Пройдет Личные заказы Очень негативно Относится Я могу Только и вечно Вы можете Не делать Личные покупки Если не видите В этом Выгоды для себя Вы можете Не делать Эти покупки Если не видите Выгоды для себя А дальше Давайте Прогнозируем Да Вот у человека Миллионы товаров Выгодно ему делать Личные заказы Хорошо Меньше Опускаем Планку 300 тысяч Товарооборот Выгодно Еще меньше Поймите Преподносите информацию Человеку Грамотно С какого-то уровня Человеку Начинает быть Выгодно Просто Экономически Выгодно Делать эти покупки Так вот Найдите Планочку Места В каком Это месте Происходит У каждого Одна Своя Есть Такие Которые Поясняешь Для чего Нужно Делать Личные Человеку А что я буду Эти 300 тысяч Допустим Терять Ты просто хотел Чего-нибудь Сказать По теме Уточнил А еще Тоже думали На тему Как там Средний балл Поднять К лету И вот 150 То есть Важно Научился Чтоб человек Сразу Это делать Потом Проще Все Ну то есть Ему уже Потом Он уже Понимает Премии Бонус Мы тоже Вопросом Задались Такой Эксперемент Сделали У нас У всех Ну вот Допустим Там Онлайн В основном Все работают Есть Какие-то Чаты Общие Вот В этих Чатах Там Допустим Куча Народу Находится И Берем Из этих Чатов Выбираем Несколько Ну то есть Берем Создаем Такие Условия Что у нас Есть Вебинар И обучение Берем Делаем Такой Шаг Говорим Будет обучение Еще лучше Еще круче Супер Методы Вообще Но для Избранных И И делаем Условия Там Допустим То есть Чак Добровольно Уже Естественно Взамен Мы даем Хорошее Обучение Типа Гура 150 Да Мне что Делают 200 Ну тем Молодец Вот смотрите Ребят Я хотел бы Такой Вот мыслью Завершить Которая В принципе Поможет Вам понять Как Решить Любую Проблему И Вот И Эту Тоже Смотрите Вот представьте Что Этот Человек Новичок Вот У него Вот Его Точка Зрения Вот Его Цель Вот Его Цель Это Новичок И Вот На Его Пути Появилась Проблема Смотрите Ребят Вот На Его Пути Появилась Проблема Есть Люди Для Которых 150 Баллов Это Проблема